Привет дружище, как твои дела? С тобой дядюшка Розе. Почему так редко выпускаю видео, потому что трансфер, вот мы про него сейчас немножко поговорим. Говорят, что трансфер теперь будет один раз в месяц, ну где-то каждые 35 дней. Персонажи 45 уровней и выше. Что такое трансфер, это для новичков объясняю. Это перелет на другие сервера и даже кластеры. Все знают, что есть 4 кластера, это Барс, Зихард, Леона и Эрика. И вот мы можем путешествовать за 600, ну и за небольшую сумму. Как мы видим, 600 алмазов, да? Трансфер продлится до 25 числа от того. Просто говорю о нем, потому что некоторые люди смотрят только меня, беспокоясь то, что я об этом даже ни слова не сказал. Ребят, если вы хотели куда-то полететь, вам надоел ваш сервер, как мне, к примеру. Леона вторая надоела и я улетел. Леона, прости, Леона, прощай. Я ухожу, ты не забывай. Ко трансфере поговорили и также поговорим про Бигфрога. Да, да. Вчера был стрим, как они с курением рассказывали резни Небелити. Мне что в этом стримчике не понравилось, то что курение хвалил очень сильно Мегиона. Для вас это может быть нонсенсом, но в Lineage 2 Mobile приходят новые поступления новых игроков, как ни странно. Как бы игра уже уходит на покой потихонечку, но уходит. Я не знаю, что новые игроки тут будут искать, если просто, как я говорю, изучить что-то новое, это круто. Если играть в это, то надо немножко поддонатить. Нужно задонатить хотя бы на пару десятков паков, чтобы почувствовать вкус игры. Там разные акции есть, пятничные. Кто играет, знает, какая вкуснота бывает в пятничных паках, да. Поговорим про вчерашний стрим, про Мегиона. Почему я говорю, что Мегион плохой? Потому что он привел армию, которые сосут из игры. Яган пришел и вырубил стрим. Просто вырубил стрим за то, что курение наезжал на Ягана. Поэтому, а есть ребята, которые типа, так, подожди, карточка ебать, так, миллион, два, три, тык-тык-тык, ага, сделал, сделал, так, пошел дальше, похуй, так, ладно, все, вышел. Так, ну хватит шуток. Ну, очень интересный стрим про то, что какая у них там социальная система, как они там поощрения дают, какие-то спасибо, пожалуйста, у них есть. Про то, как он рассказывает, чем меньше людей, тем больше алмазов. Ну, чем меньше людей, не, ну, смотря каких людей, которые донят, к чему я вел, то бишь, вот был товарищ Яган, сами вы слышали, как он его критиковал, то, что пару лямов закинул и ушел с игры, да. Но за счет таких людей и живет эта игра, которая могут вливать сюда реальные деньги. Потому что алмазы с воздуха не берутся, и алмазы очень хорошо спаливаются на каких-то паках. То бишь, нужны эти люди, которые будут донить, назовем их кошельками, потому что по-другому никак. Вот я споймал волну вот этого, что было, там немножко алхимкой, немножко поалхимичил, где-то 10 тысяч алмазиков заработал, да. И где-то на 20 тысяч алмазов у меня продается, там на Твинах, на Розе самом, никто не покупает, потому что это трансфер, куда-то люди полетели, может что-то купят там. Потому что мне не на что крутить алхимку, я взял скилл, я не знаю зачем его взял, за 1600 алмазов, надо было оставить это 1600 алмазов, но не знаю почему его купил, теперь я могу делать вот так. Считаю очень круто, да? Теперь я стал человек сосульком. Ну если серьезно, это пвп скилл, который снимает контроль ниже героического ранга и героического, возможно, не знаю, я еще его не испытывал. То бишь, можно заморозить цель какую-то, чтобы он не улетел, там, к примеру, можно себя заморозить, себя контроль снять, там, ну, себя заморозить и принять пару ударов на себя каких-то там сильных, если ты знаешь, что там, примерно, там, хаос. Раз в 6 секунд, 7, там, кастуется, да? Ты можешь в то время, там, юзнуть этот на себя скилл. Мы, то есть, себя замораживаем и потом можем отменить также это действие и дальше пвпшиться, к примеру. Ну, пвп скилл, он мне нафиг не нужен в пве. Я, как игрок, который играет без доната, можно сказать, с одним твином, ну, короче, в два окна, можно сказать, да? То, как бы, мне этот скилл, лучше б я эти 1600 алмазов потратил там на 16 круток алхимки, да? И еще б наварился бы на ней. Ну, что, вышел новый хлыст, вышли новые колы, крутим алхимку именно на те колы, которые новые вышли, они будут продаваться по-любому. Также, вот, закрыл на весь урон колу, я не знаю, зачем, выкрутил вот эти вкусняшки, которые мог продать, но что-то закрыл. Подумал, что два урона, что-то мне дадут, но, по сути, они мне ничего не дадут, я не знаю, зачем я это делаю. Ну, вот так вот. Вообще, ПВЕ игра меня заставляет грустить, очень грустить. И ходится туда, где там, я бы пошел в любой биг сайт, который воюет и показывал бы их подвиги, так сказать, нам, если они есть. Но, к сожалению, в любой биг сайт, это формировались клоака людей, ну, берут людей, но только с бустом. А когда у тебя нет буста, тебе сложно туда вступить. То бишь, знают дядюшку Розе, если он найдет что-то негативное в ихнем сайде, то дядюшка Розе молчать не будет, и он на это обозрение выставит и покажет, что нельзя обманывать работя. То бишь, я не знаю, ребят, что мне делать, что мне снимать, во что играть. Как бы неплохо бустанулся, как для ПВЕ игрока. Может, вы мне подскажете в комментариях, какое видео вроде вышло ни о чем и о чем-то. Ну, как всегда, я снимаю, делаю, да. Ладно, с вами был дядюшка Розе, пиши комментарии. Всем до новых встреч.